Оля, доброе утро! Мы знаем, что будешь гулять по Каменному острову. Расскажи, кто твой экскурсовод сегодня? Доброе утро, ребята! Прежде всего, я хочу нас всех поздравить с такой прекрасной погодой в Петербурге. Мы это все правильно. Мы отправляемся гулять по Каменному острову, потому что когда-то сейчас нужно ловить эти солнечные деньки. Со мной не менее прекрасная Арина Данилова, наш экскурсовод. И мы стоим на фоне сказочного домика. Он прямо такой из русских сказок, знаете, таких настоящих. Арина, расскажите нам, с чем это связано и какая история у этого места? Доброе утро! Я хочу всех поприветствовать. Мы действительно находимся на Каменном острове, где сохранилось огромное количество чудесных особняков конца 19-го, начала 20-го веков. В начале 20-го века эти территории начинают сдаваться в аренду, и самые богатые, самые знатные петербуржцы возводят здесь свои дома. Причем каждый из этих домов не похож на все прочие. Они абсолютно разные. И вот мы с вами сейчас находимся у дома в неорусском стиле. Этот стиль был очень моден в начале 20-го века, поскольку в таком вкусе строились очень многие постройки. И тут, кстати, сохранились. Вот я добавлю, мы проезжали когда по Каменному острову, сохранились еще такие дома. Я заметила, так что, друзья, хотите полюбоваться вам на Каменный остров? Да, да, совершенно точно. Такой стиль очень нравился государю Александру Третьему, Николаю Второму. Поэтому, естественно, и в высоком обществе этот стиль тоже получил огромное распространение. Ну, этот дом уникален, насколько я знаю. Он абсолютно не тронут был пожарами и прочими неприятными вещами, которые обычно случаются с историческими постройками. Да, это удивительно, потому что после революции дом княгини Кугушевой национализировали, он стал принадлежать государству, отдали под коммунальные квартиры. Поэтому, к сожалению, от интерьеров уже мало что осталось на сегодняшний день. Но, тем не менее, дом не горел, поэтому он оригинальный, это аутентичная постройка. Вот взгляните на эту чудную башенку, она действительно выглядит очень романтично. И дом нам напоминает многочисленные русские сказки и иллюстрации Воснецова и многих других русских художников. Ну, давайте сейчас расскажем всем телезрителям, которые, я уверена, воодушевились, свободный ли вход на территорию этого особняка, может быть, вовнутрь? Вы знаете, к сожалению, нет. Просто так попасть туда нельзя, потому что сегодня там коммуналок уже нет. Но в этом здании находится детская художественная школа, поэтому вход сюда в основном для детей, конечно, их родителей и педагогов. Ну, в любом случае, мне кажется, вот можно, как мы сегодня, зайти здесь, прогуляться по скверику прекрасному, может быть, сделать даже парочку запоминающихся снимков. Еще больше интересных мест, интересных построек уже совсем скоро вы увидите со мной, с Ариной и благодаря Арине, в общем-то. Оля, спасибо, везет тебе, чудесная погода, ты гуляешь, узнаешь что-то новое и везет всем нашим телезрителям, потому что они вместе с тобой мысленно. Оля, еще раз доброе утро. Но я не сомневаюсь, что Каменный остров – это просто кладезь интересных зданий и интересных историй, не так ли? Доброе утро, ребята. Катя, ты, конечно, права, и я еще от себя добавлю, что я вот становлюсь фанатом этого места. Друзья, если вы любите велопрогулки, обязательно отправляйте сюда. Да, прекрасная атмосфера, воздух совсем другой, как бы банально это ни звучало, и, что очень интересно, мы доехали сюда в такое, казалось бы, пробочное время, без пробок, без каких-либо трудностей. А Инданилова, экскурсовод, который сегодня с нами похоряет, изучает Каменный остров, рассказала мне, кстати, что экскурсионные группы сюда не так активно ходят, так что не бойтесь, а чередей в разные интересные места. Кстати, об одном из них мы расскажем прямо сейчас. Ну вот, что за красивое здание с нашими спинами сейчас? Это Каменноостровский театр. Театров в Петербурге очень много, но этот по праву претендует на звание самого-самого оригинального, поскольку это полностью деревянная постройка, которая скоро исполнится уже 200 лет. Действительно, этот театр действует с 1820-х годов. Это бывший императорский театр. Здесь ставился и балет, и опера, и драма. И очень много аристократической публики приезжало сюда на театральное представление. Интригует это, конечно. Но давайте главный вопрос обсудим. Можно ли зайти внутрь? Конечно, можно. Да, сегодня это вторая сцена Большого драматического театра. Здесь идут очень многие постановки. Поэтому петербуржцы приходят сюда не только для того, чтобы посмотреть отличный спектакль, но и для того, чтобы насладиться, конечно, потрясающими интерьерами возрожденными. То есть абсолютно. Сколько процентов восстановили? Это очень важный момент? Меньшую часть восстановили, больше сохранилось. То есть около 80% постройки – это оригинальное здание, оригинальное сооружение. Тем, конечно, интересен Каменноостровский театр. Ну вот вы мне рассказали, что изначально, когда Каменноостровский театр только начинал свою работу, то есть это было примерно 200 лет назад, там были какие-то уникальные моменты в постройке. Да, совершенно верно. Здесь было уникальное устройство подъемного пола. То есть когда зрители занимали места в зале, пол портера начинал движение и превращался в амфитеатр. Так что всем прекрасно было видно сцену и вся постановка была буквально как на ладони у каждого зрителя. Ну вот деревянная постройка. Я думаю, что у наших зрителей зародился вопрос, как же она все это пережила. Но все, соответственно, события, которые происходили у нас в истории города, в истории страны. Это опять-таки чудо в каком-то смысле, потому что в годы войны стены деревянного театра пропитали специальным составом, чтобы оно не сгорело. Когда шли военные действия во время блокады, во многих здешних особняках располагались госпитали и в театре устроили кинозал, чтобы выздоравливающие бойцы Красной Армии могли прийти сюда и посмотреть киноленты, да, как-то отвлечься вот от той тяжелой обстановки, которая была в нашем городе с 1941 по 1944 годы. Ну, в общем, мы понимаем, что кинотеатр, театр не всегда использовали по назначению, в общем-то. Когда он снова стал такой официальной действующей сценой? Когда это произошло? В какой момент? В какой год? Театр передали Большому драматическому театру в 2005 году. Началась реставрация и в 2012 году открылся театральный сезон. Поэтому все петербуржцы, купив билет сегодня, да, имеют возможность попасть сюда, в Каменноостровский театр. Тем более, мне кажется, друзья, вот если вы только что посмотрели наше прямое включение с Арины Даниловой, я акцентирую внимание, экскурсию вы уже получили, вы уже знаете, что там находится, ну, в теории. Осталось только прийти, посмотреть, насладиться прекрасной какой-нибудь постановкой, я думаю, и интерьерами, которые на 80% были восстановлены. Оля, спасибо тебе за очередной интересный рассказ, твоей собеседнице тоже огромное спасибо. И не прощаемся с тобой, ты продолжаешь прогулку, мы продолжаем за тобой следить. Субтитры сделал DimaTorzok